Вот что Саи Баба говорит о своих чудесах. Чудеса, которые я совершаю, происходят благодаря безграничной силе Бога. Это проявление моей божественности. Ни в коем случае нельзя их рассматривать как показуху. Любая демонстрация магии, как всем известно, делается ради денег. Это трюки профессиональных магов. Это, по сути, является узаконенным обманом, при котором происходит перемещение объекта из одного места в другое незаметным движением руки. Такие трюки не являются проявлением ситх или сверхъестественных сил. Мои материализации являются совершенно другим актом творения. Это не магия и даже не сверхъестественные силы. Во-первых, я не жду ничего взамен. Во-вторых, я не обманываю людей, перемещая объекты в пространстве. Я создаю их. И опять-таки, я не делаю это из-за нужды или желания демонстрации своих сил. Для меня это своего рода визитные карточки, для того, чтобы убедить людей в своей любви и заручиться их преданностью. Поскольку любовь бесформенна, я использую материализации как проявление своей любви. Это всего лишь символ. Многие люди хотят иметь талисман как знак моей защиты. И я делаю это для них. Когда они попадают в беду, они чувствуют на своей руке кольцо, браслет или часы. И, вспоминая обо мне, они зовут меня на помощь. Но если я дам им то, что они не смогут носить, они, скорее всего, положат такую вещь куда-нибудь на полку и забудут о ней. Такие талисманы дают людям чувство защиты, в которой они нуждаются в трудную минуту или во время кризиса и являются символическим связующим звеном между мной и ними. Когда преданный нуждается во мне, эти материализованные предметы посылают мне сигнал, и я мгновенно отправляюсь к ним на помощь. Я могу исцелять, спасать и даже воскрешать из мёртвых тех людей, которые находятся в духовно восприимчивом состоянии. Это можно сравнить с негативным и позитивным магнитным полюсом. Моя способность исцелять – это позитивный полюс. Ваша преданность – это негативный. Когда эти два полюса сближаются, возникает электрический ток, который вызывает чудо исцеления. Предметы, материализованные Саттесайбабой, предназначены для укрепления веры преданных. Доктор Джон Хислоп, глава организации Саттесай в Северной и Южной Америке, рассказывает о том, как с вами материализовал уникальное распятие Иисуса Христа и подарил ему. Мы были в Индии, в лесистой местности под названием Бандипур, во время Махаши в Аратре. Вместе со с вами мы ездили по лесу в поисках места для проведения церемонии. В конце концов, мы нашли подходящее место на песках пересохшего русла реки. Вечером мы снова вернулись туда всей группой. Выйдя из машины, мы отправились вниз к реке. Я шел рядом со с вами. Когда мы проходили мимо кустарника, с вами отломил две веточки и сложил их в форме креста. И спросил, «Хислоп, что это?» Я сказал, «С вами это выглядит как крест». Потом он сложил эти две веточки у себя в руке и подул на них три раза. Когда он разжал пальцы, я увидел вот этот самый крест, который сейчас лежит у меня на руке. С вами сказал, что именно так Иисус выглядел на кресте, а не так, как его изображают современные историки. Его живот был сильно впалым, поскольку он ничего не ел несколько дней. Я спросил, что это за отверстие сверху креста. С вами сказал, что крест был подвешен за это отверстие сверху. Он также сказал, что этот миниатюрный крест был сделан из той же самой древесины и креста, на которой был распят Иисус. И потом с вами добавил, что ему пришлось немного потрудиться, чтобы раздобыть ту древесину креста, которая была около двух тысяч лет назад. Бог — это человек, а человек — это Бог. Все мы являемся искрами Божьими. Все люди являются божественными по своей природе, как и я, чей дух заключен в человеческом теле из плоти и крови.